Микс Ньюс Советы Богачек Время выхода программы анонсируется дополнительно И все проблемы решаются Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели Программа Советы Богачек Ирина Богачек, российский психолог, психотерапевт в нашей студии Здравствуйте, добрый день Приближаются вообще праздники И праздников очень много И сначала католическое Рождество Потом Новый год, потом православное Рождество Потом Старый Новый год И, конечно, это такое время подарков Время, когда многие люди задумываются над тем Что дарить, как дарить И зачем дарить, и кому дарить Ой, да Итак, да, сегодня у нас тема подарки Казалось бы, достаточно простая Но сегодня я раскрою очень многие психологические механизмы Которые лежат в основе дарения подарков И вообще, что такое подарок А в чем его символ Именно психологическую концепцию Представлю, но под конец, конечно же Коль скоро передача «Советы богачек» Я дам советы Что категорически не стоит дарить А какие подарки все-таки являются желанными для большинства людей Потому что плюс-минус мы все берем какую-то информацию Из коллективного бессознательного Итак, подарок Что же такое подарок? То есть даря подарок По сути мы вступаем в отношения И в этих отношениях, кстати, не двое, а трое То есть первым является тот, кто дарит Вторым является тот, кто принимает подарок А третьим является, даже если его нет Некий незримый наблюдатель Который оценивает Что подарили Как подарили Что это из себя представляет И так далее И очень часто, конечно же, это Наблюдающий эго У кого? У дарящего То есть тот, кто дарит подарок Он всегда держит в голове Как же меня оценят С точки зрения того Что я подарил А я объясню, почему это так Потому что в основе Лежит ожидание похвалы Что меня похвалят за то, что я сделал Но чуть позже я раскрою этот момент И так раньше Да не раньше А мы, в общем, идеализируя подарок Говорим, что он должен быть бескорыстным Он должен показывать нашу бескорыстную любовь Или, например, дружеское отношение Но на самом деле Век циничный И очень часто подарки используются Немножко для другого Для каких-то рациональных, экономических В общем-то выгод Невозможно Ты мне, я тебе, да? Ну ты мне, я тебе Да, да, да И по сути Сейчас подарок становится Добровольно Принудительным Таким символом То есть он заставляет людей Вступать в добровольно Принудительное отношение Что это означает? Добровольное, потому что Ну, в принципе, я сам хочу Что-то тебе подарить А принудительное, потому что Традиции таковы Что я, например, обязательно Должен подарить тебе на день рождения Или в данном случае Вот на Новый год Прийти с каким-то подарком И в основе дарения Лежат тройные обязательства Итак, первое обязательство Это умение выбирать и дарить подарок Второе обязательство Это умение принимать подарок И очень часто, кстати Люди не умеют Как раз-таки Принимать подарки На бессознательном уровне Если Меня Мой подарок не принимают То есть меня что? Обесценивают Меня отвергают И это может, конечно Заложить Ну, глубочайшую Вот такую вот обиду С которой потом человек Может всю жизнь жить Об этом тоже, кстати, расскажу Рассказывая про стратегии поведения Дарения подарков Ну и третье обязательство Это умение отвечать подарком на подарок Потому что, ну, в общем-то Закон давать-брать никто не отменял И вот даря друг другу подарки Мы как бы выстраиваем стабильные отношения То есть что между нами, в принципе Есть какие-то отношения И если я тебе дарю в ответ подарок То, в общем-то Я выхожу из позиции должника В которую очень часто помещается человек Когда ему, например, дарят подарок В одной из американских кинокомедий Как раз была доведена ситуация до абсурда На Рождество один дарит другому деньги Коммерт с деньгами Тот тоже дарит коммерт с деньгами И они убеждают, что у них равная сумма То есть они А, а сумма равная у них была Да, да Ну, пересчитывают А то вдруг кто-то кому-то там не доложил Ну, примерно Два доллара, да Итак, что же в основе Прототипом подарка Вот именно в психоаналитическом концепте Является акт дарения матери Пищи своему ребенку И в ответ Ребенок не может подарить А маме то же самое Он может что подарить? Радость Какую-то эмоцию Вот эту вот Безусловную детскую любовь И поэтому В общем-то В основе подарка Должна лежать как раз Эта концепция То есть Мы хотим Сделать человеку приятное То есть Вызвать у него положительную эмоцию Поэтому Ба-ба-ба-бам Мы должны учитывать Его потребности Не нашу историю Что нам хочется сделать А эти истории Я расскажу про них чуть дальше А именно Получить у человека Позитивную Радостную эмоцию Потому что Вообще Если мы Определение эмоций Дадим То как раз Эмоции Положительные Отрицательные Они зависят От удовлетворения Или неудовлетворения Наших потребностей То есть Удовлетворение Вызывает положительные эмоции Неудовлетворение Отрицательные эмоции И поэтому Мы обязательно Должны учитывать Потребности Самого человека Ну а Также я уже сказала Что даря подарок Мы часто ставим Человека В позицию Должника То есть Он начинает чувствовать Что он нам Чем-то уже обязан И здесь я хочу Рассказать Правила косички Я даже хочу Его показать Которые В свое время Мне рассказал Мой преподаватель Профессор Она сказала Как часто Люди Считая Что они могут Дать много Ставят своего Партнера Как раз таки В позицию Должника Вот например Встречаются Молодой человек И девушка Вот именно Показывать буду И например Молодой человек Делает первый Подарок Какой-то Ну например Просто приглашают Ее в кафе И приносят Цветочек Розочку Например Да Угощает кофе Они беседуют Девушка думает Ой как здорово Вот сейчас Скоро будет Какой-то праздник И я что-то Ему подарю И дарит ему А у этой девушки Например Финансовая возможность Большая И вкус хороший И в брендах Она разбирается И она Хоп Им ударит Например Какое-то Я не знаю Брендовое Портмоне А молодой человек Ну например Просто Я не знаю Студент Или начинающий Специалист У которого Не такие Финансовые возможности И он Начинает Бедненький Думать Она вот Мне такое Подарила Сейчас надо Мне как-то Саккумулировать Все И вот Он подкопил 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 Хоп И подарил Ей например Какие-нибудь Прекрасные Селективные Духи Потратив На это Две Свои Зарплаты Она Думает Ох Ничего себе Я его Промотивировала А дай-ка Я ему Сейчас Тур На Новый Год Хоп А он Понимает Что он В этот Тур Ну просто Не в состоянии Поехать Потому что Он уже Потратил Две Свои Зарплаты На вот Эти Духи На этот Аромат И он Такой Думает Ну может Быть Попробую Ну может Ну может Вот сэкономлю Может быть У кого-то Займу И например Может быть Даже Он Поднакопит И поедет С ней Да И она Думает Ох Ничего себе Какой Классный И все Это у него Замечательно Получается И например Он на день рождения Ну я вообще Не знаю Что-то там Ну часы Да Например Какие-то Да Дорогой Брендовые Марки И он Думает Нет Ну все Это больше Невыносимо И он Уходит А она А она Не понимает В чем Дело Потому что Я же Столько Ему Себя Отдала Столько В него Вложила Как же Так Он мог Недооценить Поэтому Вот это Правило Косички Когда Пока-пока Шажочек За шажочком Даже Если у тебя Есть Возможность Оцени Возможности Другого Не надо Думать Что если Ты сделаешь Дорогой Подарок Тем самым Ты промотивируешь Своего Партнера На то Чтобы он Сделал тебе Что-то в ответ То есть Ты можешь Вызвать Совершенно Обратную Реакцию И она Будет Не в твою Пользу Поэтому Хочу вам Рассказать Что в основе Подарка Лежат Две Составляющие На самом деле Три Но вначале Про две Итак Первая Подарка Это Эмоциональная Составляющая Это Как раз Вот Искреннее Проявление Любви Или Дружеских Отношений Или Щедрости Желание Увидеть Вот эту Радость А вторая Составляющая Подарка Это Вот такая Прагматичная Составляющая И в ее Основе Как раз Уже Лежит Совсем Другое Это Стремление К власти Стремление К подчинению Что Чем Дороже Я сделаю Тебе Подарок Тем Больше Я тебя Помещу В свои Так сказать Оковы Цепи Я буду Тобой Управлять И у меня Есть один Знакомый Он живет В Америке И он Говорит У меня Есть три Злейших Врага Это Шанель Диор И Эрмес Вот То есть Три Злейших Врага То есть Я Говорит Уже Ничего Хуже И меньше Подарить Не могу То есть Мне говорят Все время Приходится Ориентироваться На эти Марки И так У людей Пропорции Могут быть Разные То есть Действительно Кто-то Больше Обращает Внимание На эмоциональную Составляющую А кто-то Больше Внимание Обращает Как раз Таки На вот Эту Рациональную Или Прагматичную Составляющую То есть Что Последует За этим Подарком Но я Как Психоаналитик Выделяю Еще Третью Составляющую Ну Не только Я вообще Ученые Это Магическая Сторона Подарка И мне Вот Эта Сторона Прям Очень Кажется Привлекательной И В ее Основе Лежит Следующее Дело В том Что Согласно Представлениям Наших Предков И вообще Коллективно Безусознательного У каждого Подарка Есть Своя Душа А как Она Появляется У этого Подарка Мы Вкладываем Частичку Своей Души В этот Подарок То есть Мы Начинаем С тем Человеком Которому Мы Что-то Подарили И Это Может быть Вообще Абсолютнейшая Мелочь То есть Но тем не менее Мы Вот таким Образом Попадаем В судьбу Этого Человека Нас Уже Что-то Связывает Пусть Даже Это Будет Какая-то Разовая Маленькая История Но Посредством Этого Подарка Посредством Того Что мы Подарили Часть Своей Души У нас Уже Есть Какие-то Подарок Он что Подчеркивает Идентичность Этого Человека Потому что Он адресован Именно тебе А во-вторых Он подчеркивает Множественность Меня Что я Свою Душу Как бы Размножаю Да То есть Я ее Даю тебе Почечку От себя Да И потом Возможно Это может быть Вылиться В какие-то Дальнейшие Отношения И именно Это Лежит в основе Народных Традиций Отношения К подарку Первое То что Подарок Нельзя оценивать То есть Ну невозможно Оценить душу Правильно Человека Вот Поэтому Ну все мы знаем Такую фразу Как Дареному коню Зубы не смотрят Да Вот И Ни в коем случае Спасибо Можно Ну как бы Оценить Ну изобразить Ну показать Что тебе подарок Понравился А это сейчас Мы поговорим Про то Как реагировать На подарки Даже те Которые не нравятся Здравствуйте Вот И Вторая традиция Ни в коем случае Не передаривать Подарки Да Мы говорим Дареное Не дарят Потому что Моя же часть Это моей души Именно тебе Была отрисована А вы например Ее подарите Нашему Звукооператору Вот А я собственно говоря Ему не собиралась Ничего дарить У меня было вот Именно адресно Для вот Олега например Подготовлен Это подарок Поминаю Ведь в советские времена Когда например Ну Были очень многие вещи Дефицит Например коробка конфет Там прозит И Многие Вот были Анекдотичные случаи Когда люди Начинали передаривать Ну то есть Одному подарили Он Ну какая красивая коробочка Ну вот Ну просто съесть Жалко Надо передарить другому И эта коробочка Совершала круг И приходила к тому же Или к тому же Это были одни варианты Или например Когда люди открывали Когда ее Они уже Вытек Ну то есть У них срок хранения Закончился Да И это уже Совершенно Невозможно было Употребить То есть Вот такие вот Случаи Вот именно Передаривание подарков Которые заканчивались Платили Ой А у меня вот Кстати на эту тему Вспомнился случай У меня мама работала Ну в общем была чиновником И точно так же Ей подарили Коробочку конфеты Я будучи школьницей Пришла к ней Ну вот лежит Коробочка конфет Да Времена дефицита Я думаю Ну Пока никто не видит Дай-ка я Я две конфетки съела Две А в итоге Моя мама подарила Эту коробку конфет Кому-то там дальше Ну и потом Прилетела история О том Что оказывается Ну никто не подумал Что это она Съела Или кто-то То есть решили Что это брак заводской Не доложили конфет Времена дефицита То есть это все обсуждали В ее конторе Мне было жутко стыдно Я призналась И конечно я получила Ух как Потому что не для тебя Это было мне сказано Я вот детское Вот это вот желание Да Но к сожалению Не устояла Вот Ну и теперь я хочу Перейти к тому Как человек Дарит подарки То есть какие стратегии Поведения Существуют И даже есть такая фраза Ну вернее перефразируем Да Скажи мне кто ты И я скажу кто твой друг А я ее перефразирую Скажу Скажи мне что ты даришь И как даришь И я скажу кто ты С точки зрения психологии Да И психоанализа Подарки разные Люди разные И здесь я говорю Зачастую даже важно Не то что дарит человек А именно Как он дарит С какой эмоцией Какие его тревоги Страхи сопровождают Или наоборот Какие-то другие Допустим эмоции Какие фантазии Он вкладывает Сколько сил Он затрачивает На то Чтобы найти этот подарок И вот адрес Именно для этого человека Итак Типы поведения Первый тип поведения Он мне кстати Очень нравится Вот Но другое дело Что он может быть Не всегда совпадает С интересами И вкусами Того Кому дарят Первая стратегия Поведения Это дарить то Чего тебе самому Не хватало В детстве Да Конечно же Ну или в детстве Да нет Это вообще в жизни Подарить то Чего не хватало Вот Очень часто Например Мы хотим в детстве Каких-то подарков Велосипед Или какую-то куклу Красивую А родители нам Не покупают Не дарят И мы воспринимаем Это как Недостаток любви Что нас не любят И когда у нас Появляется такая возможность В принципе что Начинает срабатывать Механизм проекции То есть мы Человеку Особенно Который нам Дорог То есть мы ему Отдаем то Что недополучили Сами Например В том же самом детстве И здесь я Например Жила на севере И моя мама Считала Что с точки зрения Здоровья Сегодня прям Я много Как про своему Говорю Вот Нужно ходить В валенках И Все дети Надо мной Смеялись Честно Это у меня вот Прямо глубочайшая Детская психотравма Вот И когда У меня появились А Я сказала Я не пойду в школу Мама у меня была Строгая Радикальная Чиновник Как я уже сказала Она меня Немножко наказала Но После этого Пошла и купила мне И подарила мне На новый год Красивые сапожки На платформе Ну Я не очень Высокого роста И мне как раз Это Это была мечта И я пришла В школу И злые дети Дети вообще Самые злые Существа на свете Мне сказали Ааа Ну все понятно Оценочками Пятерочками Мне говорит Мне так в детстве Хотелось Чтобы мне подарили Машинки Вот Но К сожалению Пока нет У меня мужчины Я сама себе Покупаю эти машины То есть Она их С регулярностью Какой-то меняет Расценивая это Как подарки Ну а В идеале Я бы хотела Чтобы рядом со мной Был партнер Который Вот Реализовал Эту мою Детскую мечту А вторая Стратегия Поведения Вот она Ужасная С моей точки зрения Если первая Вот она мне нравится То вторая Совсем не нравится Дарить то Что приносит пользу Например Сковородку Миксер Дрель Сковородки И вот такие подарки По статистике Чаще всего Вызывают Разочарование Потому что В них нет Ни чувства Ни фантазии И я хочу рассказать Очень интересную Историю Которая произошла С моей подругой Ее мужчина Поскольку Он не мог С ней провести Новый год В силу обстоятельств Решил Что Лучшим подарком Будет для нее Чтобы вот Она не скучала В новогоднюю ночь Подарить ей Огромный телевизор С большой диагональю Тогда Редкость была И он Подарил ей Этот телевизор У нее Случилась Просто истерика Она позвонила мне Она сказала Боже мой Это что за неуважение Я же женщина Я хочу получить Женский подарок А он мне Припер этот телевизор Не нужен он мне Я говорит Его выставила За дверь Вместе с этим телевизором Но он Понятное дело Его этот телевизор Не унес А оставил На лестничной площадке И позвонил ей И сказал Оля В общем Это твой выбор Хочешь Забирай телевизор Хочешь Не забирай Он стоит на лестничной площадке Через какое-то время Приходит ее папа И она ему говорит Папа Слушай Там телевизор На лестничной площадке Стоит Он говорит Нет Ничего не видел Он говорит А вот мне Мол Тип Ну этот мужчина Подарил телевизор Придумай Куда его пристроить Папа вышел на лестничную площадку Телевизора нет Он написал объявление Наклеил на все подъезды дома Что Уважаемые соседи Кто нашел телевизор Просьба вернуть Вот такую-то квартиру Ночью конечно Никто ничего не вернул Но Я просто рассказываю Это с точки зрения Реакции этой женщины Потому что Она сказала Ну Худшего унижения И обесценивания Меня как женщины Это вообще Вот Нельзя было даже придумать Хотя наверное Ведь ничего такого не было С точки зрения мужчины нет А с точки зрения Я женщина Ой-ой-ой как То есть вместо себя Ты мне даришь Некой вот такой вот Заменитель И ты даришь это что? Чтобы Своё чувство вины убрать Да А не для того Чтобы сделать мне приятное Купив мне Например Красивое платье Или ещё что-то Ну я сейчас фантазирую А иногда кстати Вот такие вот Подарки с пользой Несут Бестактные послания Очень часто Такие подарки Любят дарить Например Свекрови Не любящие своих невесток И намекающие им на то Что они например Плохие хозяйки Вот как раз Те самые сковородки Что у вас Мультипа в доме Вообще даже Приготовить не на чем Или пылесос Что у вас в доме Не очень чисто И так далее Ну и вот Я читаю Бестактный уже Такой намёк В глазах нашего Звукорежиссёра Что пора нам сделать Маленькую паузу После чего Мы вернёмся И продолжим обязательно Продолжается программа Советы богачек Ирина Богачек Российский психолог Психотерапевт Сегодня в нашей студии Мы говорим о подарках Об их В том числе Даже и магическом Значении И вот Продолжаем Тему Да Стратегии поведения Я сейчас рассказываю Как разные люди По-разному Дарят подарки И что дарят Третья стратегия поведения Это Так называемые Подарки с нагрузкой Когда например Человек совершенно не ожидает А ему дарят то Что требует Огромной трудоёмкости Например дарят котёнка Или аквариум с рыбками Или пусть даже тот же самый фикус А человек например У него вообще в доме Нет ни одного растения Он даже не знает Как за ними ухаживать Тем самым Конечно же Дарящий что Он говорит Вот ухаживая за этим Ты будешь каждый раз Помнить обо мне Но это конечно же Такой достаточно Жёсткий якорь Почему Потому что Ну ты попробуй Передарить кому-нибудь Этого котёнка Одно дело Коробочку с конфетами А другое дело Рыбок Вот И уничтожить Это нельзя Да То есть выбросить Например куда-то Там на улицу Или в мусорную корзину Вот у меня Как раз Вот это Недавно я читал Книгу Михаила Елизарова Земля Это буквально Вот она Недавно вышла И там вот Отношения отца и сына Очень-очень похожие Когда строгий Отец Который Ну вроде бы Мало уделяет внимания Своему сыну Сын чувствует Недостаток любви Вдруг дарит ему На день рождения Часы И эти часы Показывают неправильное время Он хочет их перевести Получает за трещину И отец ему объясняет Эти часы пошли В 12 часов Вот когда ты родился Они показывают Вот такое время И этот бедный ребенок Оказывается С часами Которые он не может Использовать И более того Он должен Обязан их Каждый день заводить Если он забывает Их завести Он получает Четыре дня Ремня Ну и вот это Один из таких Штрихов Отношения Тяжелых отца и сына В этом романе Ну в данном случае Это как раз Еще иллюстрация Навязывания подарков Вы представляете Как он заикарил Этого ребенка Показывая Что когда ты заводишь Эти часы Ты помнишь обо мне А если ты Не вспомнишь обо мне То есть не заведешь Эти часы Что? Ты умрешь Потому что Это глубинный страх То есть кстати За вот этими часами Могут потом крыться Различные истории В жизни этого человека Возможно не самые Кстати Удачные Об этом кстати Я тоже чуть позже Скажу Следующая Вот очень важная Такая стратегия Дарения подарков Хочу отдельно На ней остановиться Это желание Дарить роскошные подарки Очень дорогие То есть человек Как бы этим самым Заявляет о своей Исключительности Вознося себя Над толпой Что я могу себе Позволить То что не может Позволить Например Обычный простой Человек И часто В основе Конечно Дарения таких подарков Лежит что? Это власть Стремление Подчинить Стремление Поработить И доминировать Над окружающими Хорошо это или плохо Ну здесь вопрос Такой Потому что Навряд ли Кто-то из нас с вами Пожалеет Бедную Нечастную девочку Которую подарили Бриллиантовой Хотя это очень Дорогой Роскошный подарок Унести меня Пожалуйста Унести Доминируйте Надо мной Да Да А вот Ну другое дело Что потом от тебя Взамен возможно Что-то попросят Или будут ждать А это Обязательно будет Вот Очень интересная Стратегия Когда человек Никому И ничего Не дарит И кажется Что он такой Скряга И вот Ему жалко Потратить на тебя Какие-то там Финансы Или время А на самом деле Очень часто За вот этой Вот маской Скряги Скрывается Очень ранимая Душа И в основе Лежит что То есть Родители Не дали ребенку Возможности Дарить подарки И быть оцененным Ну например Ребенок слепил Там какую-то Фигульку Да Из пластилина Идет Дарит маме Она говорит Что это такое Вообще У всех Детей Особенно в детском саду Знаете Когда выставляют Все вот эти Игрушечки Пластилиновые Ну посмотри Вот у Васи Пяточкина Какая красивая лошадка А у тебя вообще Непонятно что Или рисунок Там ребенок Несет А родитель говорит Ой Это вообще Что это такое Это так смотреть Или сяк смотреть То есть Показывая ребенку Что в общем Не очень-то Твой подарок Желателен И тем самым Конечно же Обесценивая И у человека Возникает Страх Разочаровать Поэтому гораздо проще Вообще ничего не дарить Чем брать на себя Вот этот груз ответственности А вдруг тебе Не понравится Я испытаю разочарование И тем самым Произойдет Ретравматизация То есть То что я испытывал В детстве Мне было ужасно больно Неприятно И так далее Вот Поэтому Вот такой вот момент Еще у нас существует Затем Очень многие люди Любят вручать Подарочные сертификаты Или например Конверты С теми самыми Денежками Да Про которые мы говорили Это тоже такой Казалось бы Хороший способ Справиться с проблемой выбора А на самом деле Здесь тоже Очень часто Лежит Этот же самый страх То есть Не угодить Разочаровать Не быть оцененным Ну и С другой стороны Здесь еще может быть лень Просто человек Да Не хочет потратить Время Свои силы На то Чтобы вот Сделать Подарить тебе Ту самую частичку Своей души Или например Страх проявить Свой вкус Да То есть Надо мной будут смеяться И скажут Что я допустим Там не разбираюсь В чем-то Или показать Что у меня Нет воображения Ну и Отдельно Хочу Остановиться На Создании Грандиозной Упаковки Или ритуала Некоторые люди Очень Много Внимания Уделяют Как раз Вот этим Ритуалам Создание Упаковок Целый спектакль Стихи И Вот в этом всем Человек проявляет себя Конечно же Как личность Очень часто Мы видим Такие истории Когда Множественно Упакован Подарок Да То есть Одна берстка Потом вторая Потом третья Коробочки На самом деле Да Или коробочка Друг в друге Символически Это означает Ничто иное Как акт рождения То есть Вот эта Упаковка Это вот те Этапы Которые Проходит Допустим Человек Ну или Любое живое Существо В момент Своего рождения То есть Есть этапы В данном случае Когда ты Разворачиваешь Этот подарок Это те же Самые этапы Рождения Рождения Чего-то Специально Для тебя И Конечно же Здесь опять же Участвует Трое Тот кто дарит И тот кто берет И тот кто вот Смотрит А это могут быть Реально живые люди Которые смотрят А что же там А что же там еще А что же там еще И Здесь я хочу Рассказать Очень смешную Историю Мы были Будучи студентами У нашего Друга Музыканта Он Очень любил Музыку Чернокожих Музыкантов Джазовую И у него все время Была мечта Он говорил Моя фантазия Я хочу Искупать Ванной Шампанским Темнокожую Женщину Певицу Ну мы были Бедные студенты Понятное дело Да просто даже на улице Невозможно было Встретить Такую барышню Чтобы хотя бы Привезти Ему И познакомить И она бы сидела За столом И что мы придумали В магазине В детском мире Продавалась Такая вот кукла Чунга-чанга Знаете Черная И ванночки И вот мы ему Купили эту ванночку Посадили туда Эту чунга-чангу Бутылку С шампанским Привязали ванночку На веревке Позвонили ему В дверь То есть мы В компанию Пришли к нему Новый год Отмечать И он открывает Дверь Ну еще мы ему Песню там пели И вот он Открывает дверь И туда въезжает Эта ванночка С этой чунга-чангой Мы говорим Ну вот мечтал Искупать Темнокожую женщину В ванной Вот тебе пожалуйста Все мечты Реализуются Пусть это будет символически Но пусть даже так Но мы Исполнили его желание И конечно он был Очень-очень-очень радостным А теперь немножко Перейду к статистике Есть абсолютно четкие цифры Про подарки Статистика Кстати собрана Компанией Мастеркард Потому что они отслеживали Какие подарки Что и как люди покупают Вот И выяснилось Что 58% людей Ну держатели Этой карты Получали Непродуманные подарки То есть Им жутко Не нравилось Да То что им подарили Вот 9% мужчин И 5% женщин Покупают подарки В последний момент Ну кстати небольшой процент Видите оказывается Достаточно большой Количество людей А что значит Последний момент Последний момент Ну вот сейчас Вот через час Я иду на день рождения И вот прямо сейчас Я что-то хватаю Или вот сейчас уже Вот через час Куранта будут бить 12 А у меня еще нет подарка 50% Влюбленных пар Говорят о том Что они получали Нежелательные подарки От своего любимого То есть не учитывали Сего интереса И потребности И всего лишь 9% Респондентов Считают Стоимость подарка Важной Вот остальные люди То есть 90% 91% Говорят о том Что в общем-то И Важнее для них Стоимость То есть совершенно Другое Важно И сейчас я хотела бы Остановиться на ошибках Которые совершают люди Когда они покупают подарки И так я уже немножко Загодя сказала Что подарок является поводом Заслужить похвалу И Поэтому многие люди Которые дарят Им очень важно Чтобы подарок был дорогим Уникальным Да Потому что вот меня тогда За это похвалят А вот тот кто принимает Совершенно другим Руководствуется Ему очень важно Чтобы этот подарок Каким-то образом Вошел гармонично В его жизнь То есть был ему полезен Его можно было бы Конкретно использовать И был проведен Такой эксперимент По поводу Кофемашины Те кто покупают В качестве подарка Часть людей была И те кто Получали Эту кофемашину Как подарок Так вот Те кто покупали Кофемашину Они выбирали Самые последние модели Чтобы она была Очень красивая Там Внешне оформлена Чтобы у нее была Куча функций Там И капучино Чтобы делал еще что-то А вот те Кто получали Кофемашину Ну вот часть Опрашиваемых людей Они говорили Ой пожалуйста Нам одну кнопочку Желательно Чтобы вообще Не было этого молока Потому что потом Очень тяжело Мыть вот эти вот Детали Которые сбивают молоко И так далее То есть совершенно Разные подходы И конечно же Когда мы дарим подарок Я еще раз повторю Мы должны учитывать Потребности того Кому мы дарим Вот сразу вопрос Можно ли считать Носки и пену для бритья Практичным Практическим подарком Вот это Который оскорбляет Уже мужчину Например А это вот как раз Здесь А от Лени Б от недостатка фантазии А В Уже не оскорбляет На самом деле Уже настолько Это привычная история Так вот Буквально вчера Я ехала в автомобиле И по эстонскому радио Делали розыгрыш подарков Один из которых был Я вначале думала Что я слышалась Ароматные носочки В консервной банке Я думаю так Что-то Или трудности перевода Какие-то Или еще что-то Через какое-то время Опять Дальше я понимаю Что это какие-то Ароматизированные носки Лежащие в жестяной банке С крышкой Вот Но первая реакция Ароматные носки В консервной банке Ну то есть Недельные носки Вызываются Да А на самом деле Решили немножечко Облагородить Вот те самые Привычные подарки У нас очень долго Просто прозванивается человек Здравствуйте Здравствуйте Нет, не долго Вроде прозваниваюсь Но прозваниваюсь А можно ли считать Не сначала Слышал Подарком деньги Да Мы как раз говорили о том Что деньги Или подарочные сертификаты Чаще всего Не являются хорошим подарком Потому что С одной стороны Они убирают Страхи человека Который Да Должен подарить подарок Страх в том Что его вкус Будет воспринят не так Или Его обесценят Или Он получит разочарование Поэтому Вроде бы Как деньги Такая вот Символическая История Которая всех удовлетворяет Но на самом деле Большинство Респондентов Которые получали подарки Да Статистический опрос Был произведен Были недовольны тем Когда им дарят деньги Еще один звонок Здравствуйте Извините Это меня наверное Прервалось Нет я имею ввиду А допустим Коллективно подарить Как бы деньги Идет группа Не знаю там Мальчику на день рождения Все родственники Складываются И дарят ему Все конверты Получится так Что все подарят Как бы конверты Он в конце концов Ну не знаю там Гироскутер себе купит Вот Задача то в том Чтобы кто-то Из этих родственников Взял на себя Обязательство Ответственность Собрать у всех Эти деньги Купить тот самый Как вы сказали Скутер какой-то там Да И сказать Что вот это тебе Подарок Вот от всех нас И тогда Вот этот ребенок Почувствует Что это именно Для него Именно ему И именно Люди Люди Потратили свое время Энергию С выбором А сам он потом Не может идти И тратить свой подарок А это уже Не подарок Это уже как бы Знаете Как откуп Называется То есть это не очень Хорошая история Вот связанная с подарком Потому что в подарке Должна быть частичка Нашей души А в деньгах Там в общем-то Нет частички Нашей души Ну это нежелательно Это конечно же Можно делать Но нежелательно Спасибо Вот Итак Следующая ошибка Мы считаем Очень часто Бессознательно Что подарок Это продолжение себя То есть мы как бы хотим Чтобы оценили Наш вкус Да Наш выбор Наши возможности А на самом деле Не забота О вкусах И желаниях Человек Потому что Ему может совершенно Не понравиться То что его ему подарили А он в силу Там Каких-то обстоятельств Воспитания Скромности Не может вам Об этом сказать А вы еще после этого Спрашиваете А почему ты не носишь То что я тебе подарил А почему ты не используешь То что я тебе подарил И конечно же Мы должны Помнить Я уже говорила об этом Что подарок Это некий ритуал Который мы должны Вкладываться То есть сколько сил Мы вкладываем в поиск Сколько энергии Мы на это затрачиваем Это все тоже Символическим образом Очень чувствуется Ну например Готовая открытка Даже с каким-то Очень остроумным Высказыванием Совершенно Не то Что ты бы написал От руки Пусть даже И на Я не знаю Просто Разноцветном Листе бумаги Вот Упаковка Своими руками Опять же Таки Я забочусь О тебе Я укутываю То что будет Специально для тебя И только ты Будешь выбирать Когда это открыть Ну все это Можно сопровождать Еще Например Вообще Вот собственной Радостью Желанием То есть когда Хрустит эта бумага Когда ты все Это упаковываешь Если еще Бокальчик шампанского Вот я например Люблю Да Вот А кто-то Чашечка ароматного Кофе Вот То есть только Ты решишь Когда ему Этому подарку Родиться Когда Его Открыть И вот этот Процесс Он тоже Доставляет Удовольствие А у нас Есть еще один звонок Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Здравствуйте А как вы Относитесь К таким подарком Как Сам покупающий Не знает Что там Есть такая Тенденция В Европе Не знаю Может даже В Америке Когда ты покупаешь Подарок Но ты не знаешь Что там Завернуто И вы Вместе Открываете На тот же день Рождения И человек Сам С удивлением Обнаруживает Что там Что-то Какие подарки Благодарю вас За вопрос Но здесь Вот Та же Самая История От кого Тогда Этот подарок Чья Часть Души Там Это Скорее Просто Познавательная Активность Любопытство Которое Безусловно Свойственно Людям Но Вот Воспринимать Это Как подарок Как подарок Подарок Ну Скорее Всего Это Нет Это Просто Модная Тенденция Вот Я Хотела Бы Остановиться Сейчас Все-таки На Том Что Новый Год Впереди Новый Год Рождество И Новый Год Это Семейные Праздники Кстати Когда Я была Студенткой Совершенно Не понимала И мне Ужасно Не нравилось Что я должна Под бой курантов Сидеть За новогодним Столом С семьей Мне Поскорее Хотелось Куда-то Ускакать Но На самом деле Это Очень Серьезное Важное Время Дело В том Что Открывается Во многих Религиях И Считается Что в это Время Открывается Некий Портал Что Вселенная Слышит О наших Желаниях Об исполнении Желаний В это Время Все конфликты В том числе Семейные Конфликты Они Отходят На задний План И у тебя Реально Появляется Раз в Году Прямо Та самая Традиция Попробовать Все исправить Попробовать Все изменить Посредством Того Что Мы Отсылаем Новогодние Открытки Электронные Поздравления Для нас Это Есть Ничто Иное Как Реестр Нашего Сообщества То есть Каким Количеством Людей Я Общаюсь Я Конечно Здесь Не беру Во внимание Социальные Сети Когда Сделала Одну Открытку И Сказала Всем Моим Друзьям Которых Два Миллиона Я Отослал Это Нет Здесь Именно Индивидуально Каждому Может быть Каждому Какое-то Своё Слово Или Какой-то Знак Внимания Именно В это Время Есть Шанс Комфортно И Бережно Сказать Человеку О своих Пожеланиях О своих Потребностях О том Что Я Целый Год Не мог Но Сейчас Наступило То самое Волшебное Чудесное Время Когда Я Хотела Бы Сказать Тебе Давай Помиримся Давай Забудем Давай Войдем В Новый Стать Посланием Новой Деятельности Когда В качестве Подарков Людям Дарят Какие-то Вещи Которые Возможно Он будет Использовать Например Теннисную Ракетку Человек Давно Собирался Говорил Да Я хотел бы Этим Заняться Но Как-то Все Не то И не так Или Например Ролики И Человек Начнет Кататься В парке И Что Классически Нельзя Дарить На Новый Год Прям Вот Советы От Ирины Богачек Но они Правда Эти советы Строятся Опять-таки На статистических Данах 50% Респондентов Говорят О том Что Они были Жутко Разочарованы И Прям Вот Даже Негодовали Может быть Испытывали Отрицательные Эмоции Когда На Новый Год Они получили Следующее На первом Месте Кстати Стоят Деньги Вот Не нравятся Людям Деньги Канцелярские Товары Ты можешь Вложиться В это Именно Ты можешь Сам Для себя Распорядиться Вот Этим Временем И Это Зависит Только От Нас Ну А То Что Касается Именно Меня То Я считаю Что Новый Год Это Праздник Съясной И Поэтому Например Если я Иду И куда-то Что-то Дарю Я Обязательно Дарю Такие Вот Вкусные Подарки Ну Бутылка Шампанского Она Всегда Будет К Любому Новогоднему Столу Желанной Ну А Если К ней Еще Вы Что-то Вот Можете Себе Позволить Да Например Тот же Самый Шоколад Или Ваночку С икрой Вот У меня Такие Фантазии Уже Прям Вот Да То То Что Можно Реально Разделить И В этом Кстати Заложено Правило Светского Этикета Когда Ты Идешь Особенно В гости К кому-то Отмечать Обязательно Неси То Что Можно Разделить Со всеми Вот Я об этом А уже Индивидуально Конечно Вот Каким-то Членам Семьи Уже Вот Эту Частичку Своей Души В зависимости От Их Потребностей И вкусов Спасибо Большое Это была Программа Советы Богачек Ирина Богачек Сегодня Была В нашей Студии Всех Поздравляем С наступающими Праздниками Желаем Хорошего Рождества И счастливого Нового Года Да Поздравляю Вас Всех